Смотрите сегодня в программе «Мир подводной охоты». Первое знакомство гиганта наших рек. Илья Муромец подводного царства – речной сом. Арсенал подводного охотника – маска, трубка, ласты. Когда-то обходились и без них. Современный взгляд на комплект номер один. Как же все-таки брать сома не голыми руками? Тактические приемы летней охоты на сома в Днепре. Сом. Сом-загадка. Сом-награда. Сом-валюта. Много ли мы знаем о сомах? Знаете ли вы, что есть страна, национальный банк которой рекомендует хранить деньги именно в сомах? Смотрите наш фильм, и сомы станут вам ближе. Пожалуй, ни один речной хищник не удостаивался такого количества страшилок и небылиц, как герой нашего фильма. Одни приписывали сомам невероятную прожорливость, и в этих сказках сом легко заглатывал удивительные вещи. От неосторожного рыбака оставалась только удочка, а от лошади – телега. Про собак, волков, лисиц и прочий домашний скот можно и не говорить. Другие наделяли сома лисьей хитростью. Наиболее сметливые рыбины поджидали на водопоях коровье стадо и сосали у буренок молоко прямо из вымени. Коровы мычали, но из воды не выходили. Третьи удивляли побасенками о необычайной живучести сомов, способных в засуху переползать по рассе от водоема к водоему. И говорят, что под Курском есть деревня, где каждое лето мужики с вилами ходят по лугам и бьют сомов, переползающих из подсыхающего болота в реку. Мы с этим можем смело не согласиться и рассказать вам самые правдивые истории. Мы – подводные охотники. Подводная охота делает нас намного ближе к природе и ее тайнам. Мы увидим, что многие рыбацкие байки и легенды не имеют под собой никакого основания, кроме беспокойной фантазии. Сом – самый крупный речной хищник. По данным зоолога Брема, длина этой рыбы достигает 3 метров, а вес – 230 килограммов. Однако, судя по другим авторитетным источникам, эти цифры явно занижены. Для защиты от крупных сомов мы берем с собой небольшие, но мощные пневматические ружья, снабженные подводным фонарем и объемной катушкой с запасом белевой веревки. Мечта спиннингиста. Так как сом – рыба без чешуи, желательно на гарпуне иметь два длинных прочных флажка. Так где же и как искать нашего героя под водой в середине лета? Прежде чем нырять, рекомендуем сначала внимательно осмотреть береговую линию. В первую очередь, подмытые берега. В это время года лучшее место для сома – это торчащая на медленном течении коряга, где сверху на ветках набилась трава и образовалась самая настоящая крыша, крытая камышом. Если под этой крышей есть небольшое течение и много мелкой рыбешки, то это то, что вам нужно, потому что это то, что нужно самому-сому. Нередко встреча с хозяином этой крыши происходит на первом же нырке. И надо быть готовым, что после выстрела вам придется еще немало поплавать под водой на ластах. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, прежде чем лезть под зачетную корягу, хорошенько разныряйтесь где-нибудь поблизости. Ну вот и первые обнадеживающие признаки сомовей стоянки. Беспросветная крыша, бутылка водки и рыбья мелочь. Сом явно где-то рядом. Теперь надо быть особенно внимательным. Причины, по которым люди охотятся на сома, совершенно разные. Кто-то ищет единоборство с хозяином речных глубин, кто-то жаждет славы. Кто-то замирает от блаженства, проглатывая кусочек жареной сомятины. Однако есть и те, кто решил отомстить за своих исчезнувших в воде гусей и уток. Часто не сильно спугнутый сом, сделав небольшой круг и успокоившись, возвращается на свое место, чтобы поближе познакомиться с охотником и его снаряжением. На полчасика можно оставить перспективное место в покое и осмотреть доступные ближайшие подводные достопримечательности. Загарпунить сома – это еще не значит взять сома. Неопытные охотники нередко сами становятся заложниками своей добычи. Поэтому очень полезно посмотреть цикл наших передач, посвященных сомове и охоте. Обитают сомы практически во всех крупных реках России и Европы. Наиболее известные сомовые реки – Днепр, Волга, Урал, Сырдарья. Чем крупнее река, тем выше шанс встретить там гиганта. О днепровских сомах ходят легенды. Рыбы здесь вырастают под 100 и более килограммов. Отсюда мы и начнем наше знакомство с этим достойным восхищения трофеем. Продолжение следует... Продолжение следует... На самовью охоту лучше ходить вдвоем с опытным напарником, который в трудную минуту будет рядом и поможет вытащить рыбу или вас. Так как экипировке подводного охотника мы хотим посвятить отдельную программу, то сейчас лишь вкратце обозначим всю номенклатуру. Комплект номер один. Маска, трубка, пластырь. Мастера подводной охоты предпочитают использовать маску с малым подмасочным объемом, из непрозрачного силикона, обычно черного цвета. А трубку лучше иметь гибкую, с оптимальным соотношением диаметра и длины. Для эффективной вентиляции легких, без клапанов и гофрированных изгибов. Трубку проще и лучше заправлять прямо под масочный ремень, без лишних креплений. Это позволяет при нырке сдвинуть трубку на затылок, что обеспечивает бесшумность движения под водой, а потом избежать возможного отрыва маски от лица в случае зацепа за корягу или камень. Маску, понятно, охотники надевают для того, чтобы скрыть свое лицо от рыб. Но это не шутка. Многих наших друзей-охотников в рыбьем царстве знают в лицо. А сами подводники нередко дают своим знакомым судакам, самам и сазанам имена. Кроме специально подготовленного к самове и охоте ружья, вам потребуется хорошая физическая форма, совершенное снаряжение и четкое соблюдение правил безопасности. Быть предельно осторожным и внимательным на подводной охоте всегда важно. На самове и охоте важно вдвойне. И самое главное на такой охоте – это не терять головы. Азарт губит подводника чаще, чем гигантские самы. Есть два надежных приема. Первый, как мы уже видели, в начало хвоста, по хребтовой линии. Здесь важно не попасть в брюхо. И второй – в голову. Здесь нужно попасть ровно посередине, между мордой и спинным жировым плавничком. Борьба с крупным самом – непростое развлечение. В пылу борьбы сом может серьезно поранить неопытного охотника и его же собственным бакунором. Поэтому прежде чем нажать на спусковой крючок, помните, вы должны быть однозначно уверены в том, что справитесь с этой рыбой. Если у вас нет опыта добычи трофейных экземпляров, но вы неожиданно наткнулись на гигантскую рыбу, оставьте ее в покое, не стреляйте. Проявите выдержку и благородство. Вы же подводный охотник. Лучше успокойтесь и понаблюдайте за рыбой. Эти наблюдения – самый бесценный опыт. Вы получите больше удовольствия от своего благородства и выдержки, чем от разорванной и ушедшей погибать рыбины. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы не собираетесь отпускать загарпуненную рыбу снова на волю, то лучше ее успокоить, просунуть руку под жаберную крышку и крепко взять за жабры. Конечно же, лучше это дружеское жабропожатие выполнять в перчатках. Трофейные экземпляры – приятные хлопоты. Обнять и сфотографировать рыбу – главная цель национальной подводной охоты. Редко нам удается испытать радость от усталости, а усталость от радости. Но в этой программе и на этой охоте все сошлось как нельзя лучше. А впереди у нас еще не менее интересные встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова